Где-то на рубеже 70-х-80-х годов прошлого столетия, в окрестностях знаменитой храмовой горы в Иерусалиме, стали происходить загадочные события. Все началось с раскопок американского археолога и адепта церкви адвентистов Рональда Уайта. Еще в 1978 году он стал исследовать так называемый Грод и Еремии. Сначала он обнаружил место, где был распят Иисус. А чуть позже, изучая систему подземных коммуникаций под горой, наткнулся на пролом в тайную пещеру. В пещере находился некий ящик, на крышке которого были следы крови. Археолог сделал анализ этих следов и был потрясен. Их хромосомный состав в точности совпадал с кровью Мессии. Исследователь несколько раз пытался сфотографировать ящик, но снимки моментально засвечивались. После того, как информация о находке просочилась наверх, в пещеру отправились 15 иудейских священников, предположительно с родословной левитов. Но они таинственно погибли. После чего официальные власти место раскопок немедленно закрыли. А всю информацию о работе археологов в пещерах под Храмовой горой засекретили. Как говорят исследователи, это была необходимая мера, поскольку найдено было не что иное, как ковчег завета. Библейская легенда про исход евреев из Египта всем очень хорошо знакома. 40 лет длились скитания древних иудеев по безжизненной пустыне. И все эти годы, полные тяготы лишений, люди упорно несли с собой большой тяжелый ящик. Ковчег завета. Очевидно, он представлял для них огромную ценность. Что же в нем хранилось? На самом деле, чудес, христианских чудес было достаточно много. Можно спокойно написать книгу на тему 100 великих христианских чудес. Ей наберется 100 чудес. Но среди них есть несколько самых запутанных и непонятных до сих пор. И вот ковчег завета считается одним из самых непонятных чудес, дошедших до нас с христианских, а может быть, с дохристианских времен. В Ветхом Завете можно найти следующую историю. На третий месяц исхода из Египта израильтяне расположились станом напротив горы Синай, на которую Моисей однажды взобрался, чтобы встретиться с Богом. Пророк стал вымаливать прощение за свою грешную паству и попросил дать всем силы, чтобы выполнить священную Моисею. В ответ Всевышний велел Моисею изготовить ящик строго определенных размеров. Если перевести на метрическую систему измерений, то ширина изделия должна была быть 125 сантиметров, а высота и глубина по 75 сантиметров соответственно. Вот такая есть версия, что был именно таких размеров. Состоялось из трех слоев, причем самый внешний, наружный слой и внутренний были золотые, то есть из листового золота. А средний был из дерева и, скорее всего, из акации. Вот, выяснено. Предмет, именуемый ковчегом, обозначает некий резервуар, предназначенный для хранения чего-либо. А если дословно перевести с иврита это слово, то по-русски оно будет означать просто шкаф. По форме же ковчег более походит на ящик или даже ларец. Библейский ковчег завета действительно был ларцом. На вершине его крышки находились два золотых херувима. Своими распростертыми крыльями они укрывали от чужих глаз табличку с надписью, что здесь живет бог Яхве. В золотые кольца у стенок ларца были вставлены два шеста, которые использовались при транспортировке этого предмета, когда это было необходимо. Например, при переходе на новое место стоянки или появление врага. Когда ящик был сделан и доставлен на вершину Синая, бог чем-то его наполнил. По-видимому, содержимое было весьма важным для людей, поскольку они не расставались с ларцом, несмотря на немалый вес, который, ко всему прочему, увеличивали массивные листы золота. Он был тяжелый, но, видимо, обладал какими-то свойствами, которые позволяли его делать более невесомым. Это одно из его свойств необычных, которые сегодняшние ученые отводят за счет грубой карманной левитации, как они выражаются. Примечательный факт. О содержимом ковчега Библия почти ничего не говорит. А потому и у богословов нет единого мнения, что могло быть внутри ящика. Одни считают ковчег переносным троном Божьим, другие – хранилищем неких важных реликвий. В Библии сказано, иудеи несли его потому, что так повелел Бог. И все тут. Однако цель такого повеления непонятна. В долгих изнурительных скитаниях лишние тяжести были ни к чему, даже если носильщикам помогала некая техномагическая сила. Ведь источники такой силы тоже надо откуда-то черпать и постоянно пополнять. Некоторые исследователи предполагают, что составители Библии не внесли в священную книгу описание содержимого ковчега с определенным умыслом. То есть, возможно, было какое-то некое описание, но в связи с тем, что авторы книги не разобрались до конца основательно в этом, они просто не стали это описывать. Это, во-первых. Во-вторых, на данный момент та Библия, которая сейчас дошла до наших времен, это уже не та Библия. Она очень сильно искажена. Так что же давал скитальцам ковчег? Никаких исторических документов, описывающих его возможности, нет. Или почти нет. Этот вопрос спорный. В то же время исследователи предлагают несколько современных версий содержимого заветного ящика. Кстати, каждую из гипотез уже по своей сути можно считать сенсационной. Но о них чуть позже. В священном писании упоминания о каких-то свойствах ковчега есть, но мало. Например, в эпизоде, где реликвия попадает в руки филистимлян. Филистимляне – это древний народ, населявший приморскую часть Израиля, то есть территорию от современного Тель-Авива до Газа. Эти люди отличались воинственностью и часто нападали на земли израильтян. И вот однажды филистимляне нанесли иудеям не только сокрушительное поражение, но и забрали у них ковчег завета. Трофей был выставлен в храме национального божества филистимлян – Дагона. Сразу после этого стали происходить странные события. Сначала упала статуя этого божества. Затем нахлынули тучи мышей и уничтожили все заготовленное зерно. После чего начались эпидемии. Филистимляне от греха подальше перенесли ковчег в другой город. Но там все эти беды повторились с точно такой же последовательностью. Так было везде, куда бы ни прятали ковчег. И тогда филистимляне решили его вернуть. Вновь обретя святыню, второй царь Израиля Давид повелел отправить ковчег в Иерусалим. На большой повозке, запряженной валами, ящик под громкие праздничные песнопения толпы людей отправился в путь. В какой-то момент валы испугались нестройных голосов певчих и перевернули экипаж. Ковчег начал падать. Святыню решил подхватить один из сопровождавших повозку. Израильтянин по имени Оза. В этот момент золотая обшивка ящика ярко сверкнула. И Оза свалился замертво. Что же произошло? Этот загадочный эпизод еще в начале 20-го столетия попытался объяснить знаменитый ученый Никола Тесла. По словам физика, ковчег мог быть конденсатором статического электричества. А возможно, даже самым настоящим генератором какой-то немыслимой энергии. Вполне вероятно, что Оза, спонтанно схвативший таинственный ящик из золота, получил разряд в 50 или даже 60 тысяч вольт и моментально сгорел на месте. Версию Теслы спустя много лет поддержал академик Российской Академии Естественных Наук Роман Авраменко. Ученый не стеснялся делиться своими мнениями по ковчегу с исследователями, несмотря на то, что теория академика многим его коллегам казалась фантастикой. И как-то мы разговаривали, и он в подробностях, что я, к сожалению, уже сейчас не могу так повторить, рассказал о том, как он, физик, видит описание ветхозаветное вот ковчега. Там все правильно. Это энергетическая машина. В священной книге иудеев Зохар, которая сотни лет передавалась из уст в уста в качестве тайных комментариев к Талмуду, есть несколько страниц с весьма странным содержанием. Исследователи предполагают, что речь в них идет именно о ковчеге, а если более точно, то о содержании таинственного ларца. Если вычленить самое основное, то можно заключить, что внутри ящика находилось нечто, именовавшееся вековым старцем. Но это был не человек, и даже не его мумия. Так называемый старец состоял из большой прозрачной головы и каких-то рычагов. Не туловища, а также рук и ног не было в помине. В центре прозрачной головы находился некий источник света, который переливался разными оттенками цветовой гаммы. А вокруг конденсировалась небесная роса. Что это такое, непонятно. Исследователи считают, что в описании содержимого ковчега делается попытка рассказать о сложнейшей аппаратуре. И эта аппаратура, внимание, производила для скитавшихся по пустыне иудеев пищевой продукт, известный как манна небесная. То есть некое устройство, которое могло содержать в себе либо жидкость, либо еще что-то, под влиянием окружающей среды, либо при соприкосновении с воздухом, с воздушной массой, либо при подаче электроэнергии, либо другого рода энергии, которые у нас есть в пространстве, начинала производиться пища. Принцип действия установки, по мнению ученых, незамысловат. Верхняя часть ящика – дистиллятор с устройством охлаждения, поступающего извне воздуха. В процессе конденсации получалась вода. Она поступала в сосуд с одноклеточной биологической культурой типа хлореллы. Затем на сосуд направлялся яркий источник света, под воздействием которого в ящике начинала активно вырабатываться питательная масса. Затем эту массу оставалось только переработать, сделав пригодной к употреблению. Ну, сейчас, допустим, те же самые фантасты уже давно-давно описали эту технологию, применяемую в космических кораблях при длительных полетах. Это просто гидроконик, выращивание водорослей. Водорослей, ну, либо какая-то пищевая масса, которая выращивается при определенных условиях. На основе информации, полученной из священной книги Зохар, исследователи попытались сделать следующий вывод. Машина, заключенная в очрев ковчега, ежедневно вырабатывала литр манны для каждого человека, идущего за Моисеем. По современным технологическим меркам, производительность можно считать очень высокой. Около полутора кубометров питательной массы для шестисот семей. Конечно, меню не отличалось разнообразием, зато людям не грозил голод. Самое удивительное, что, несмотря на кажущуюся простоту технологического процесса производства пищи, грубо говоря, из воздуха, подобных машин сегодня нет. Кто же тогда мог создать это устройство? Вряд ли у скитальцев в пустыне были какие-то знания и соответствующие инструменты. Это могли быть представители погибших древних цивилизаций, это могли быть сохранившие знания ушедших цивилизаций жрецы Египта, у которых этот ковчег, так сказать, находился до того, как израильтяне ушли, так сказать, из Египта. Это могли быть пришельцы с других звезд, которые все равно назывались богами. Есть предположение, что машина была небезопасна в обращении, поэтому допуск к работе с ней имели лишь специально подготовленные люди. В первую очередь сам Моисей и его брат Аарон. Многочисленные покрывала в их спецодежде, золотые прокладки и крышки, все это, как полагают ученые, служило для защиты от радиации. То есть источником энергии для машины по производству питательной массы мог быть миниатюрный ядерный реактор. На самом деле, все, что связано с версией, с идеей ядерного реактора, она имеет под собой такие достаточно весомые основания, потому что по косвенным каким-то отрывочным описаниям видно, что люди, которые общались с этим ковчегом, они в той или другой, в иной степени, облучались. Интересный факт. В древних иудейских манускриптах упоминается факт гибели 70 молодых людей, которые поддались греховному искушению и заглянули в ковчег. Это было задолго до смерти того самого Козы, пытавшегося подхватить падающий с полоски ларец. Также исследователи выяснили, что установка убила сыновей Аарона, то есть племянников Моисея. Вот как описывает это происшествие Ветхий Завет. «И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господнем». Кроме того, несмотря на защитную одежду, смертельную дозу радиоактивного облучения получил и сам Аарон, умерший без видимой причины. Очевидно, Моисей знал о подобной опасности, поэтому шатер с ковчегом Завета никогда не помещали в центре лагеря, как следовало бы, учитывая его священность, а только за самыми крайними палатками. Все это кажется совершенно немыслимым. Одно только предположение, что в библейские времена могла существовать некая ядерная установка, абсолютно не вяжется с представлениями академической истории о древнем мире. Одна из версий говорит, что чудодейственный ковчег был получен Моисеем от каких-то представителей внеземной цивилизации, как и многие другие магические технологии, с помощью которых возводились пирамиды и другие гигантские мегалиты. Ну, первые технологические предметы были сделаны еще на Марсе, тогда, когда наша цивилизация жила на Марсе. После переселения, то есть после катастрофы, совершенной на Марсе и переселения на Землю, эти предметы остались, технологии остались. Они были воспроизведены далее. Потом, когда появились люди, соответственно, технологии эти были переданы людям. Косвенным подтверждением того, что машину с портативной ядерной установкой вручили Моисею инопланетяне, является библейское описание его встречи с Богом на горе Синай. Бог явился шумом, грохотом и молниями, что позволяет предположить его спуск с неба в космическом корабле. Есть версия, что некая внеземная цивилизация вознамерилась изучить воздействие на организм людей синтетического продукта, способного оказывать влияние на генетическом уровне. Для чистоты эксперимента люди должны были употреблять только этот продукт и ничего больше, причем на протяжении жизни целого поколения. Впрочем, данная гипотеза не выдерживает критики большинства исследователей. Вне всякого сомнения, машина, заключенная в ковчег, являлась единственным средством спасения от голода. И никакой альтернативы у скитальцев не было. Это с такой материальной точки зрения, вещественное. Но главное, наверное, еще и в том, что ковчег завета был неким связующим аппаратом с Богом. Можно допустить, что какие-то из него звуки исходили периодически, и что цари, или там, вот, Моисей, он просто вот общался с неким высшим, так сказать, существом при помощи вот этого устройства. Где же сейчас находится ковчег? Когда филистимляне вернули реликвию иудеям, те установили золотой ларец в Иерусалимском храме. Однако эта легенда противоречит другой. Во второй книге Маковеев есть история о том, как задолго до филистимлян Моисей, предупрежденное о нападении вавилонян, приказал ковчег надежно спрятать. И помог ему пророк и Еремия. Он нашел под храмовой горой пещеру, куда и была помещена святыня. А вход потом забросал камнями. Тали – это пещера, в которую проник американский археолог Рональд Уайет и обнаружил там некий ларец со следами, предположительно, крови Христа на крышке. Все возможно. Однако, как известно, место раскопок израильские власти закрыли и результаты поисковых работ засекретили. При этом есть много других версий местонахождения ковчега. Если память не изменяет, по-моему, где-то то ли в Эфиопии, где-то вот здесь вот, в стране какой-то, там есть храм христианский. И вот в подвале будто бы он начался содержаться. Но он одновременно, видимо, должен исполнять еще и функции самоохраны. То есть люди, которые пытаются каким-то образом проникнуть вот в это хранилище, не могут этого сделать. Интересный факт. Глава православной эфиопской церкви Павел, скончавшийся в 2012 году, незадолго до смерти заявил, что ковчег завета действительно находится в Эфиопии, но надежно спрятан. Позже патриарх отрекся от своего утверждения. Исследователи сходятся во мнении, что такая непоследовательность в словах владыки может быть оправдана только политическими мотивами. В древней столице этого африканского государства, городе Аксуми, есть удивительные мегалиты. Это огромные каменные стелы весом около 500 тонн, надписи на которых повествуют о тайных древнейших времен. Как подняли ввысь неведомые мастера такие громады, ученые всего мира спорят до сих пор. Однако для местных жителей это абсолютно очевидно. Конечно, с помощью того самого ковчега завета, вернее, энергетической установки, спрятанной в очреве золотого ларца. Сам же ларец надежно спрятан в одном из эфиопских храмов. Но как он туда попал? Согласно библейской легенде, от брака израильского царя Соломона и эфиопской царицы Савской родился юноша Менелек. Когда Менелек достиг совершеннолетия, Соломон приказал ему отправиться к матери, в Эфиопию. Сын покорился отцом, но перед отъездом выкрал из Иерусалимского храма ковчег завета, который и забрал с собой в Африку. И для реликвии в Аксуме построили храм, где, как считают многие, она находится и по сей день. Но видел ли хоть кто-нибудь из современных исследователей эту святыню? На самом деле, если говорить об этом откровенно, то там больше всего и значительней по результатам поработала экспедиция Андрея Склярова несколько лет назад, которая утверждает, что нашла это место в храме, в одном из храмов Аксума, и они длительное время оставались рядом с этим объектом, и наблюдали его чуть ли не неделю скрытно, наблюдали, как там вокруг этого храма разворачиваются какие-то действия. Если верить словам руководителя вышеупомянутой экспедиции, то ковчег завета действительно находится в Эфиопии. А что же тогда было обнаружено в так называемом гроте Иеремии? Известно, что когда-то было изготовлено несколько копий ковчега. Но какая реликвия истинная, а какая ложная, вопрос, на который могут ответить только посвященные в тайну. Они же наверняка знают, где хранится настоящий ларец. Ведь он на самом деле является источником смертельной опасности. Не зря в древних манускриптах есть упоминания о трагедиях, которые происходили с людьми, пытавшихся проникнуть в чрево золотого ларца или даже просто прикоснуться к нему. Пока мы не готовы к тому, чтобы загадочный ковчег мог стать общим достоянием. Когда наступит это время, никому неизвестно. А это значит, что священная реликвия еще долго будет оставаться тайной за семью печатями. Предсказания священника, сделанные еще в начале прошлого века, практически полностью совпадают с прогнозом, который опубликовали британские астрономы ровно два года назад. По их расчетам, приблизительно в 2065 году гигантский многотонный астероид ВИДИ-17 пересечет орбиту Земли и ринется на планету с огромной скоростью. Его удар по мощности будет равен взрыву всех запасов ядерного оружия. А ударная волна вызовет цунами, землетрясения и извержение вулканов по всей планете. Они приведут к грандиозным разрушениям и пожарам. В небо поднимется облако из перегретой пыли, пепла и пара. Ни один солнечный луч не сможет пробиться сквозь него. На Земле начнется ядерная зима. Последствия будут очень ужасные. Такие как Земля на несколько дней может остаться без солнечного света. Вполне возможно ее изменение оси и последствия могут быть необратимыми. Все свои предсказания Падре Пье увидел во сне. Самый первый пророческий сон он увидел в 1918 году, когда был еще совсем молодым монахом. Проснувшись наутро, Падре Пье обнаружил на своих руках и ногах истекающие кровь и раны. Стигматы. Точно такие же, какие были у Иисуса Христа, когда его распяли. Как у Иисуса Христа у него стали кровоточить руки в тех местах вот и кровоточить ноги. На него обратили внимание. Это стало информацией высшего духовенства. И к нему был направлен доктор, который должен был обследовать, что же происходит с Падре Пье. доктор первый раз обследовал и, в общем-то, как бы особо не обратил на это внимание. Сказал, ну, как обычно, какая-то рядовая ситуация. То, что стигмата на теле Падре Пье совсем не подделка, католические священники долго не верили. Они считали, что он мазал кожу специальными химическими веществами, которые разъедали раны. Мало того, когда впервые об этом узнали высокопоставленные кардиналы, Падре Пье было предписано затвориться в своей келье. В этой крохотной келье он провел 10 лет. Практически без общения с внешним миром. Но стигматы никуда не исчезли. Только тогда Ватикан прислал к Падре Пье врачей. Изучив все его раны, они заявили, им неизвестен ни один способ на земле, с помощью которого можно искусственно сделать такие стигматы. Только тогда Ватикан признал к Падре Пье случилось чудо. Проверки Ватикана отличаются своей жестокостью. Там они испытывают не только дух, но и тело. Можешь ли ты исцелить человека? Ну и каким даром, могуществом обладает твое тело, наделенное вот этим вот духом? Его сажали в Керрио на несколько месяцев. Он жил на одной воде и при этом оставался таким же энергичным, сильным, мог помогать людям. Падре Пье только прикоснулся к моим глазам, и я сразу же смогла видеть. Я увидела его, свою мать, которая была со мной, и не могла поверить в то, что это действительно случилось, ведь с самого рождения я ничего не видела, и врачи говорили, что не увижу никогда, но случилось чудо, и его сотворил Падре Пье. В 1968 году Падре Пье скончался. Он был похоронен в родном монастыре. Впервые в истории римской католической церкви, спустя всего 20 лет он был признан святым и канонизирован. Падре Пье единственный пророк в мире, который удостоился такого высокого статуса. Это очень замечательный такой показательный факт. Дело в том, что католическая церковь не всегда к предсказателям относится как к святым, а вот Падре Пье все-таки они приняли, канонизировали и считали его святым и его предсказания остались как пророчества. Информацию о будущем Падре Пье как будто черпал из глубин своего подсознания. Пророчества, в которых он предостерегал все человечество, очень похоже на слова Альберта фон Больштетта, больше известного как Альберта Великий. Правда, он просчитал их математическим путем. На этих кадрах книга алхимической загадки, которую написал ученый Альберт Великий. Он был одним из самых известных людей в 13 веке. Ведь именно он был первым человеком в Германии, которому дали самую высокую научную степень, доктор философских наук. И сегодня памятник Альберту Великому стоит на территории лучшего высшего учебного заведения Германии, Кёльнского университета. А улицы его имени есть практически в каждом немецком городке. Так прославился он, потому что сделал множество крупных открытий. Это он изобрел логарифмы, которые сегодня изучают школьники во всех странах мира. Но самое интересное, Альберт Великий стал прародителем современной кибернетикой. Наследие Альберта Великого составляет многотомное сочинение, по-моему, более 20 томов. В 16-м, там, 1650-м каком-то году, первом были изданы эти тома, которые включали в себя труды по философии, физике, географии, медицине. и среди этих трудов была та самая книга, в которой он описывал, ну, то есть, давал свои предсказания. В книге «Алхимические загадки» Альберта Великого содержатся предсказания на будущее до 24-го века. А в середине 21-го века, как и Падро Пио, он предсказывает человечеству большую войну. Черные дучи накроют полмена. Человечество погрузится во море. Восток восстанет против Запада и сотни огненных стрел выпустят на Востоке. Они упадут и поднимется столб огня. Он будет жечь все на своем пути. Исследователи древних рукописей убеждены, Альберт Великий предсказывал начало Третьей мировой войны. Причем в ней будут применены ракеты с ядерными боеголовками. Их пророк и назвал огненными стрелами. А то, что их выпустят на Востоке означает только одно. Страны Ближнего Востока начнут войну с государствами Запада. Именно на их территорию будут направлены ракеты. Когда они долетят до цели произойдет мощный стрел. Его Альберт Великий назвал столбом огня. Дело все в том, что предсказатели они ведь видят картинки будущего, но видят через призму знаний уровня подготовки того времени. И увидеть полностью однозначно и дать нам объяснение уже нашим языком они не могут. Просто перед ними открываются виды, картины, события, явления. Они это видят и записывают, и говорят, но своим языком. Многие исследователи уверены, что Альберт Великий не ошибся. Ведь составляя расписание на будущее, он использовал специальные математические подсчеты и формулы. Они помогли ему предсказать сразу несколько крупных войн, которые начались тогда, когда он напрягчил. Германия трижды будет на краю победы за период, равный 700 годов. Она трижды почти обладеет миром. И действительно, первую попытку объединить Европу сделал Карл V еще в 16 веке. Он хотел реализовать идею абсолютной монархии с помощью королевских браков. С помощью брачных союзов между членами королевских семей ему удалось присоединить Германию, Италию, Нидерланды и Испанию. Но этим все и закончилось. Элита страны была недовольна действиями императора и это привело к междоусобицам и конфликтам внутри страны. Следующим немецким борцом за власть во всем мире стал император Вильгельм II, который развязал Первую мировую войну. Но Германия ее проиграла. Самым жестоким борцом за мировое господство стал Гитлер. Он несколько лет лелеял идею завоевания мира, прежде чем развязал войну. И за это время хорошо подготовился к боевым действиям. Но, как известно, во Второй мировой войне фашисты потерпели поражение. Получается, как раз за 700 лет, как и предсказывал Альберт Великий, Германия сделала три попытки подчинить себе мир. Он говорил о том, что Германия в течение 700 лет со дня его смерти, то есть с 1280 года, в течение 700 лет Германия трижды будет пытаться встать на вершину мира, овладеть, то есть миром, и фактически стоять на краю победы, но, в общем-то, так этого и не произойдет. И мы из истории знаем, что действительно все так и происходило. Пророчества Альберта Великого сбываются и сегодня. В средние века, когда не было электричества, он предсказал, что люди изобретут автомобили и огнестрельное оружие. Мало того, он предсказал даже появление роботов. Люди будут увлекаться машинами, автоматами, но по прошествии времени они их забросят, как ненужные детские игрушки. Будет создана шагающая машина, в которой сидят люди. Первые роботы созданы уже сегодня. Но через 800 лет после смерти Альберта Великого, согласно его предсказаниям, роботы вообще заменят людей. Получается, это будет уже в конце нашего века, в 2080 году. Роботы будут везде, в доме вместо горничных, на заводах вместо современных станков и даже в магазинах вместо продавцов консультантов. Но самое главное, они заменят человека в армии. Армия будущего будет состоять из роботов-солдатов. Железных людей будет очень много. Их будет в два раза больше, чем обычно. На сегодняшний день мы знаем, что ученые разработали искусственного робота, робот, то есть создали фактически робота, которым вполне может управлять человек, находясь внутри данного робота, либо просто управляя им. То есть фактически человек управляет вот этой искусственной машиной, которая действительно способна ходить и выполнять очень многие функции, заданные именно человеком. Согласно предсказаниям Альберта Великого изменится и внешний облик Земли. Новые острова встанут из океана. Странный древний остров покажет вершины своих из гор и вод за Геракловыми столпами. Геракловы столпы это высокие скалы, которые стоят на берегах Гибралтарского пролива. Они были своеобразным маяком для мореплавателей во времена Альберта Великого. За этими Геракловыми столпами находится Атлантический океан. И по мнению многих исследователей именно там располагался в древности остров Атлантида. Скорее всего именно его имел ввиду средневековый пророк. Предсказание Альберта Великого о том, что за Геракловыми столбами появится новый остров и Многие исследователи его наследие трактуют это как появление или возвращение Атлантиды из морских пучин. Я думаю, что полагаю, что вполне вероятно такое может быть, потому что тот же Альберт Великий предсказал допустим существование Америки. И опять же упоминаю, что за Геркулесами с столпами появится новая там или страна или материк. Альберт Великий предсказывал, самое интересное событие ждет человечество в конце 23-го века. Вот что пишут он об этом времени. Через тысячу лет после смерти Альберта Великого ангелы будут сходить с неба как в допотопные времена. Исследователи уверены, ангелами Альберт Великий называл представителей инопланетных цивилизаций. А это значит, что человечество наконец-то познакомится с космическими пришельцами. Вот только пророк не успел написать, чем закончится эта встреча. На этом его предсказания обрываются. Последние строки он написал в 1280 году за несколько дней до смерти. Подобное пришествие будет и через некоторое время, возможно, лет через 50. В общем-то, мы увидим то, что очень давно наше человечество ждет, и, возможно, вот эти пришельцы появятся и будут контактировать с нами. И таким образом предсказание Альберта Великого сбудется. Через 200 лет после смерти Альберта Великого в 500 километрах от Кельна родился другой предсказатель Филипп Гогенгель, который прославился на весь мир как парацельс. Он был великим ученым своего времени. Именно ему удалось сделать искусство врачевания наукой. Парацельс стал делать лекарства из химических веществ, а не из трав и минералов, как это было до него. Создал метод вакцинации против инфекционных болезней и написал десятки трудов по медицине. Но самая главная заслуга парацельса, как считают исследователи, в том, что он сумел разгадать математические формулы, предсказаний Альберта Великой. Используя их, он создал новую книгу пророчеств Оракула. В ней 300 страниц, на которых предсказания на несколько веков вперед, до конца третьего тысячелетия. Но большинство предсказаний Парацельса рассказывает о будущем России или Москве, как ее называл в своих книгах Браду. По мнению исследователей, так много предсказаний о России Парацельс написал не случайно. Это объясняется тем, что он сам побывал в России и буквально увидел ее будущее. Произошло это в начале 16 века, когда Парацельс отправился в Константинополь. Он шел туда через дом, поскольку этот путь считался самым коротким. Пройдя через весь юг России, он сделал множество открытий. Некоторые исследователи считают, что именно в России Парацельс спускался в рудники, чтобы изучить минералы. После этого он сделал невероятное для 15 века открытие, что человек полностью состоит из солей и минералов. Но самое главное, что он является небольшой копией космоса или микрокосмом. Поскольку Парацельс предполагал, что человек состоит из разного рода солей, минералов и его болезни связаны соответственно с отсутствием того или иного минерала или химических веществ. Вот отсюда берется начало фармакология. Пророчеством Парацельса действительно можно верить. Ведь большинство тех событий, о которых он писал, уже произошли в нашей стране. Так на 213-й странице своей книги Парацельс пишет. На Большом материке появится новое огромное государство. Оно будет занимать почти половину земли. Люди в нем будут отмечены красной лентой на шее. Это государство просуществует целый век. И случится это через 400 лет. Историки датируют книгу предсказаний Парацельса 1522 годом. Если к этой дате прибавить 400 лет, то получится 1922 год. Именно в этом году был создан Советский Союз. А значит это его пророк называл огромным государством. И он оказался прав. За исключением одного. Советский Союз просуществовал не 100 лет. Он развалился через 73 года. Парацель сказал, что это государство просуществует 100 лет. Но как мы знаем она просуществовала 70 лет. Но мне думается он не очень ошибся. Люди, которые родились в этом советском государстве, они во многом остаются советскими. и то, что поделили границы, и то, что государства разделились и стали независимы, все равно в душе, но все равно мы из Советского Союза. Парацель подсчитал, что переломный момент на Земле должен произойти в середине 21 века. Именно тогда на планете могут случиться страшные события. Крупномасштабная война. Ее предсказывал Иппадро Пиос и Альберт Великий. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok